всем привет спасибо многократно за то что вы пишете комментарии под этими моими монологами мне приятно их читать и таким образом с помощью этих комментариев возникает иллюзия диалога у нас хотя почему иллюзия мы в диалоге находимся там в этом самом в этом мире бесовском интернета все уже привыкли к нему ничего скоро кончится я так думаю у всего есть начало у всего есть конец и с этой штукой тоже в общем я думаю что разберемся то я хотел бы сегодня сказать о чем поговорить о стремлении к комфорту в первую очередь мы все любим комфорт нам всем хочется получать удовольствие от жизни от пластинок которые у нас дома есть от музыки от книг от удобного дивана да все ну иначе как иначе и как-то странно даже комфорт понятие широкое кстати говоря у андрея свинопанова была книжка под названием учебное пособие по наркологии в основном об алкоголизме там шла речь и там замечательная была фраза которую я никогда не забуду и мы ее цитировали бесконечно что одним из признаков алкоголизма является стремление комфорт это действительно это советская книжка да там это было написано так вот комфортная музыка мы все любим комфортную музыку красивую начиная от битлз там от элвиса пресли и и дальше дальше и сложный рок эмерсон леккант палмер там и все и иди пепл это тоже комфортный привычный удобный мягкий рок мягкий как диван хороший садишься слушаешь лидзеппелин все правильно все привычно все здорово все хорошо но это разве что это что-то разве будоражит как-то это как-то что-то что-то ломает что-то царапает нет нифига нифига это комфортная хорошая проверенная тысячу раз уже музыка которая в кайф да а что такое рок рок это жесткая история жесткая грубая рок само понятие это грубая вещь царапающая ломающая тяжелая и непробиваемая и в этой связи мы хочется поговорить о группах которые играли музыку условно говоря не комфортно хотя я например и многие мои друзья масса моих друзей меломанов все те любители там и битлз и ес и чего угодно и софт машин все слушают такую музыку с большим восторгом и находят в ней свой кайф свое удовольствие только не надо эти идиотские всякие замечаете по гилте пляжи идите в жопу своими гилте пляжи никакого гилте пляжи здесь нет это все нормально хорошая музыка которая действует так как должна действовать музыка то есть будить эмоции будить эмоции будить мысли какие-то настраивать на определенный лад и конечно не могли обойтись без группы за фол здесь про которую многократно уже писали мне в комментариях это пластинка одна из самых показательных наверное у дефол 82 год hex induction power называется она достаточно сложно потому что у группы такое количество пластинок и она так глубока на самом деле так интересно что в пору открывать отдельный канал посвященные музыки дефол и их пластинкам к сожалению марк смит в 2018 году скончался ушел из этого материального мира но он остался с нами потому что огромное количество пластинок дефол у меня дома их очень много и я конечно не остановлюсь на одном ролике потому что я очень люблю музыку дефол слушая не могу сказать что часто но с огромным удовольствием поэтому поговорим для тех кто не знает ничего я даже не не даже не знаю с чего начать слушать дефол человеку который никогда не слышал эту музыку наверное лучше начать с пластинок the well that underground с пластинок каптана бифхарта с пластинок группы кэн а потом уже ну может быть паблик имидж лимитед может быть отдельные пластинки гиппопа а потом уже подойти к этой грандиозной истории первая пластинка которая называется life of the witch trials 79 год записано за один день и записано очень здорово и сыграно очень здорово я так конечно практически вживую потому что вот 15 декабря 78 года они ее записали а 16 декабря 78 года и и свели и все и альбом готов прямо как чикаг чикагские блюзманы начала 60-х годов примерно с такой же интенсивностью записывалась музыка самая лучшая музыка в мире но группа давала огромное количество концертов поэтому в студию пришли сыграли все записали и все звучит удивительно и этот альбом он странно мелодичен для дефол если вы хотите понять что такое настоящая группа дефол настоящая музыка марка смита то конечно начиная с этого альбома можно уехать немножко не в ту сторону хотя здесь достаточно много и а тональных вещей и грубых и странной гитары ритм я имею ввиду вот этой вот вот этой вот вот этого никогда не было нет и и не будет уже дефол ритм гитара на напоминает то что в гитаре играется уже division хотя это манчестерская группа вот это она шла ноздря в ноздрю с joy division в своем городе под названием манчестер и даже репетировали они в одном не тоже в одном помещении в одном здании у них была репетиционная база но когда они проходили мимо друг друга они не здоровались между собой марк смит не не то чтобы не любил творчество joy division может быть ревновал может быть соперничал но они проходили мимо отворачиваясь друг от друга хотя в общем в одном русле все это дело идет за исключением того что это joy division которых я тоже очень люблю эта музыка в принципе такая загробная а дефол эта музыка абсолютно земная никакой загробности здесь нет она земная яростная бытовая можно так можно так сказать она живая в отличие от joy division которые все-таки о жизни и смерти ближе к смерти оттуда музыка такая из под земли все таки идет а эта музыка над землей на земле точнее над землей это ес и джинкл джайант это над землей а это на земле это все кирпичные дома грязный асфальт лужи серое небо автобусы дребезжащие и неприятные люди идущие навстречу вот такая вот музыка со странными мелодическими конструкциями с очень простыми гармоническими решениями вот первая песня здесь замечательная фрайт фрайтанет до 5 минут она идет на четырех аккордах можно сказать что это по по сути по своей хотя совершенно не похоже но по сути это такая смесь пинг флойд и дэс тут же например если вот их как-то так вот совместить что-то похожее получится орган который здесь играет он очень отдаленно так напоминает функции органов группе the doors без этих самых без без соло манзарика таких вот вычурных бесконечных а а вот именно подкладочные вещи такие тревожные концертные записи the doors если послушать желательно бутлаги которые не выходили в официальных изданиях вот там такой вот ноющий воющий подкладочный орган вот очень-очень даже похоже но в общем музыка достаточно зверская честно говоря underground medicine на второй стороне яростная песня и здесь все достаточно яростно но при этом мелодично и как-то так по студийному чисто все очень сыграно хотя за один день все записано молодцы ребята молодцы просто что еще могу сказать о группе the fall покажу много альбомов этой банды чудесные и изумительного марка смита который как как он говорил его интервью растиражированы их много очень в интернете и википедии там и везде полно и ну там смешные вещи он говорил что нас ненавидели рокеры за то что мы не играли тяжелый рок нас ненавидели панки за то что мы ходили без ракезов и без булавок и не были похожими на панков а простые люди нас ненавидели просто за то что мы играли музыку которая им абсолютно было непонятно и некомфортно ну вот этот альбом 82 года как я уже сказал один из самых показательных он должен был стать последним по словам марка смита альбомом потому что ему надоело без конца объяснять для чего существует вообще группа дефол и что они имеют в виду а также надоело делиться деньгами с шестью музыкантами сказал что все я записываю последний альбом и все на этом все альбом оказался так хорош марка решил работать дальше и слава богу и до 18 года на записывал кучу альбомов прекрасных один лучше другого есть даже музыка для балета с вокалом тоже там все в порядке я покажу это пластинка очень хорошая замечательно парни были совершенно бедными кстати в одном из интервью тоже которое всюду расписано он говорит что меня достало вообще то что люди ко мне подходят знакомые говорят но вы теперь зарабатываете бабло у вас выходят пластинки уже 1 2 3 4 5 это 5 да уже вы уже стали рок-звездами какие к черту жопу рок-звезды мы абсолютно нищие люди мы два дня не ели ничего а в зале сидят перед нами парни среднего класса у которых у которых в руках у каждого бутылка дорогого виски они считают нас рок-звездами а мы честно зарабатываем свои деньги на концертах концертов очень много за фол играли и играли на благотворительных вечерах на разных прочих и ненавидели вот эту всю большую пафосную рок-музыку они не играли панк как я уже говорил что панк их не любили потому что панк что такое панк панк это секс пистол это первый альбом секс пистол другого панка в общем нет и пара альбомов клэш потому что панк потом превратился в мейнстрим появилась униформа а когда появляется униформа у фанатов это все можно ставить крест на творческом развитии когда появляются и ракеза в массовом порядке и булавки в массовом порядке и парни ходят по улицам слушают музыку грин дэй которую тоже считают почему-то панк-роком хотя это стадионный американский мэйнстрим в чистом виде простой доходчивый американский рок никакого панк-рока там даже близко нет панк-рок закончился в семи шестом году слава богу что он появился дал толчок хотя бы таким парням как марк смит и множество множество его ребят ну а в этой пластинке the classical первая вещь вот это все вот это сразу вот ее послушать и полный вперед это вот ревущая гитара с очень хорошим ритмом с очень хорошим чёсом который не так то просто сыграть кто играет на гитаре знает что играть ритм-гитару это вам не не просто там блям-блям-блям на лавочке это нормальная школа должна быть кстати с joy division тоже параллели здесь прослеживается такая она как бы сзади гитара но она такая едкая такая с такой горчицы и перцем так с такими зазубренными что что ее слышно и она кажется что она когда на первом плане и два барабанщика здесь две барабанных установки местами похоже на adam and dance что нравилось очень кстати смиту вот эти вот сравнения барабанщики играют атомно кстати здесь тоже на первом альбоме барабан выведена вперед и они дают просто там 50 процентов всей музыки очень круто joe bone and the rifle вторая песня продолжение рок-н-ролла the classical ну классикал такой условно рок-н-ролл конечно а joe bone попроще хип прайст третий номер абсолютно идиотская музыка про модного священника абсолютно идиотская она концептуально идиотская но у нее погружаешься и понимаешь что ты такой же идиот как и все окружающие тебя люди в общем-то я прошу прощения это мне мнение марка смита а не мое хотя музыка его мне нравится и слушаешь в общем совершенно адекватно любимая моя песня fortress deep park номер четыре это это уже даже круче чем the classical во всей красе мощь the fall почему рокеры не любили the fall я не понимаю потому что мощь рев и плотность этой музыки она сравнима с теми же самыми там влад запелин и с кем угодно просто красота просто красота ну и чтобы не уходить в дебри объяснений я скажу что and this day последняя песня на второй стороне грандиозная на 7 минут на этом издании еще есть второй альбом концертный где and this day в концертной версии это настоящий хаос настоящая истерика и выплеск чувств музыкантов которые хорошо играют на инструментах умеют это делать понимают что они играют для чего они играют и марку смита ничего уже словами объяснять не нужно было потому что здесь все заложено но это не для слабо нервных я пошел пить пока